В Китае проходит судебное разбирательство в отношении Ван Лидзюня, бывшего начальника полиции мегаполиса Чун Цин, чей февральский побег в американское консульство привёл к самой крупной за два десятилетия череде скандалов внутри китайской компартии. Открытое слушание состоялось во вторник. На нём Вану предъявили обвинение во взяточничестве и неправомерном использовании законов в личных целях, включая использование технических средств с целью слежки за людьми. Как сообщается, ни одно из обвинений Ван не опровергал. При этом днём ранее состоялось ещё одно судебное заседание, закрытое. По словам адвоката подсудимого Ван Юньцай, это слушание длилось несколько часов и на нём были рассмотрены обвинения, предположительно связанные с государственными тайнами. Это попытка бегства и превышение должностных полномочий. Суд проходит в городе Чанду, где находится консульство США, куда Ван обратился за получением политического убежища. Напомним, в тот же день его забрали оттуда силовики из Пекина. Как предполагается, в консульстве Ван Лидзюнь оставил данные о преступлениях своего на тот момент начальника, главы парткома Чун Цина Бо Силая. Уже в марте Бо, которому упрочили карьеру в верхушке партии, лишился всех своих партийных должностей, включая пост в политбюро Центрального комитета. Сейчас Бо Силай находится под арестом. Недавно его жена Гу Кайлай была приговорена к смертной казни со строчкой за прошлогоднее убийство британского бизнесмена Нила Хейвуда. Среди обвинений в отношении Ван Лидзюня – покрывательство Гу Кайлай. Как сообщают источники, переданный Ваном компромат содержал в том числе информацию о насильственном извлечении органов у живых узников совести, приверженцев репрессируемой в Китае духовной практики Фалуньгун. Предположительно, в этом преступлении участвовали и Бо Силай, и его жена Гу Кайлай, и убитый британец Нил Хейвуд. Однако официально эти обвинения нигде не прозвучали. Кроме того, переданные американской стороне документы предположительно содержали данные о том, что Бо Силай и его покровитель в постоянном комитете ЦК Чжо Юнкан готовили заговор с целью свергнуть будущего председателя КНР Си Цзиньпина. После побега Вана в консульство в китайской компартии развернулась политическая борьба между двумя кланами. С одной стороны, это фракция во главе с нынешними лидерами КНР Ху Цзиньтао, Вэн Цзябао и Си Цзиньпина. С другой – это клан бывшего главы КПК Дзян Цзиминя, куда и входит Бо Силай. В народе фракцию Цзяна прозвали «кровавым кланом» за масштабные репрессии в отношении различных групп китайцев, от рядовых граждан, недовольных их политикой, до диссидентов и миллионов практикующих фалунь-гунь.